В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Более 800 привитых первым компонентом вакцины, как в Сарой проходит вакцинация от коронавируса. Куда потратили миллионы, депутатам рассказали о реконструкции детского сада номер 44. Настрой на победу, легкотлеты ИК развоевали золото и серебро областных соревнований. Далее расскажем во всем подробно. 800 саровчан уже прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Сейчас в поликлиниках города идет второй этап. Прививают вакцины от центра Гамалеи, Гамковит-Вак или Спутник Ви. В ближайшее время клиническая больница ожидает очередную поставку вакцины. Как проходит вакцинация, как саровчане переносят прививку и какие у препаратов противопоказания, расскажем в следующем репортаже. Чуть меньше тысячи саровчан уже сделали прививку от коронавируса в поликлиниках города. Вакцину Гамковит-Вак марки Спутник Ви вводят двумя дозами с интервалом в три недели. После первой инъекции тяжелых реакций у пациентов не было. Может быть легкий гриппоподобный синдром. То есть подъем температуры до невысоких цифр, например, до 37,5. Могут быть по типу озноба, боли в мышцах. Такой гриппоподобный синдром. Это допускается. Это не является тем, что пациент заболел. Обычной реакцией организма также считается болезненность и припухлость в месте инъекции. Она пройдет через пару дней. Сейчас прививают пациентов от 18 лет и старше. Не вакцинируют детей, беременных женщин и людей, которые недавно переболели коронавирусом. Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, прививаться могут не ранее, чем через полгода от положительного москва. То есть, если человек переболел, полгода нужно подождать, а потом можно будет сделать приемочку. После введения вакцины пациенты дополнительно осматривают. Измеряют температуру, давление, сатурацию, прослушивают легкие и сердце. Противопоказание одно – непереносимость компонентов. Пациент допускается к прививке только если он здоров и чувствует себя хорошо. Также врачи рекомендуют ограничить употребление алкоголя и нахождение в местах массового скопления людей до и после вакцинации. Антитела в организме появляются от двух до четырех недель. Хватит их примерно на полгода. Новые партии вакцины привозят почти каждую неделю. По мере поступления в поликлиниках формируются списки желающих на конкретные дни. Одномоментно мы не можем записать, например, сразу 10-10 человек, потому что у нас приходит определенное количество вакцин. Она приходит не вся. Поэтому как только вакцина появляется, пациенты обзваниваются, приглашаются. Если, например, вакцины в какой-то промежутке, там, день-два нет, ну, куда пациент придет? Записаться на вакцинацию в первой поликлинике можно по телефону 9-55-49. Во второй – 9-55-77. Добавочный – 2-402. Дополнительную информацию можно получить в Центре здоровья – 9-52-45. Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Также он рассказал, что можно аккуратно снимать введенные ранее ограничения. В тот же день губернатор Нижегородской области разрешил пускать больше посетителей в театры, заведения общественного питания и спортзалы. Соответствующие изменения внесены в указ о введении режима повышенной готовности. Эпидемиологическая обстановка не позволяет пока вернуться к привычному образу жизни. При этом работаем над решениями, которые позволяют смягчить ограничения, отметил Глеб Никитин. По его словам, сейчас важно, чтобы дети могли реализовать свой потенциал во всех сферах. Поэтому теперь в группах дополнительного образования, в учреждениях спортивной подготовки, культуры и других детских организациях допускается присутствие не 10 одновременно, а 15 человек. Кроме того, увеличена максимально допустимая заполняемость организации общепита, театров и кинотеатров. Теперь она составляет 40%, а не 30%, как это было ранее. Продавать билеты и рассаживать зрителей в зале по-прежнему будут на сидячие места с соблюдением социальной дистанции. При этом допускается совместная рассадка родителей с детьми в возрасте до 14 лет. Граждане в возрасте 65 лет и старше могут продлить больничные до 14 февраля. А беременным женщинам предписано соблюдать режим самоизоляции. Работодателям необходимо временно перевести дам в положении на дистанционную работу до 14 февраля. За минувшие сутки в России зарегистрировали 18241 случаи заражения коронавирусом. Из них в Нижегородской области 461. В Сарове за день заболели два человека. Еще двое стали жертвами болезни. И заказчик, и исполнитель нарушали условия контракта. Контрольно-счетная палата закончила проверку целевого использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 44-го детского сада. Итоги проверки представили депутатам на совместном заседании комитетов. 110 дней просрочки, нарушений на 33 миллиона рублей и недоделки, которые не устранили даже спустя год после сдачи объекта. Контрольно-счетная палата представила депутатам итоги проверки целевого использования бюджетных средств при капремонте 44-го детского сада. Здание ремонтировали два с лишним года. Из бюджета на капремонт выделили более 107 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступила фирма «Магистраль», которая забрала себе 5% от суммы контракта и наняла субподрядчика. Первой субподрядной организацией, которая занялась ремонтом детского сада, стала «Русинвест». Была такая подрядная организация «Русинвест», которая сюда вошла и своими нерациональными, неправильными подходами к ходу выполнения работы. Она задержала буквально начало ремонта этого садика. Недобросовестного субподрядчика сменили на строительную компанию инженерной системы Сарова. Которой сначала пришлось устранять недоделки за своим предшественником. Напомним, капитальный ремонт в 44-м детском саду должен был закончиться 15 августа 2019 года. Фактически, акты о приемке отремонтированного здания подписались спустя 3,5 месяца – 3 декабря. Заказчик принял детский сад с дефектами и недоделками по 54-м наименованиям. Некоторые нарушения не устранили до сих пор. Одно только приведу. Так, электрооборудование физиокабинета не соответствует ОСТу. В результате чего кабинет не функционирует. Как я уже сказал, 27.01 передано это здание в эксплуатацию прошлого года, то есть год уже. В результате чего кабинет не функционирует, а приобретенное учреждением оборудования физиокабинета не используется. Следовательно, расходы на ремонт и оборудование данного помещения являются нерезультативными расходами. За два года ремонта условия контракта не раз нарушались обеими сторонами. Такое заключение сделали аудиторы. Так, заказчик управления капитального строительства вносил изменения в объемы работы материалы, не штрафовал подрядчика за нарушения, оплачивал непредвиденные работы по документам, разработанным с нарушениями. Временно исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства в ответном слове не согласился с некоторыми пунктами акта проверки. К замечанию, при исполнении муниципального контракта допустим изменение существенных условий контракта в часть замены одних видов и объемов работ материалов на другие в рамках твердой договорной цены, без заключения соглашения к муниципальному контракту. То есть, вот основная претензия, то, что не было заключено соглашение к муниципальному контракту. Значит, эти недостатки частично принимаем. Значит, в процессе выполнения работ, в проектной документации и смертной документации были выявлены неточности. Ну, это общая известная практика. По результатам проверки контрольно-счетная палата направила в администрацию представление, а в прокуратуру – копию акта проверки. Депутаты предложили запросить у ведомства, какие меры прокурорского реагирования будут приняты по этим нарушениям. Подведены итоги ежегодного областного конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций. Всего было 13 номинаций, в которых организаторы выбрали 36 победителей и призеров. Саров отмечен в номинации «Лучшая разработка интегрированного урока по безопасности дорожного движения» в общей образовательной организации. Второе место заняли заместитель директора Дворца детского творчества Левтина Козлова и медодист Татьяна Веселова. Они представили интегрированный урок по правилам дорожного движения, русскому языку и информатике. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Лица, награжденные знаком жителей осадного Севастополя, отнесены к участникам Великой Отечественной войны. Как сообщает военный комиссариат Сарова, им установлены правовые гарантии социальной защиты, а именно повышение пенсии за выслугу лет по инвалидности по случаю потери кормильца. Справки по телефону 350-47. Воспитанники Олега Васенькина из объединения шашки Дворца детского творчества вновь одержали победу на региональных соревнованиях. В копилке наград саровских шашистов, две золотые, одна бронзовая медаль первенства Нижегородской области по русским шашкам. В турнире принимали участие школьники 2011 года рождения и моложе. Всего за победу боролись 34 сильнейших шашиста Дежинска, Нижнего Новгорода, Павлова и Сарова. Представитель спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Сергей Шаров завоевал бронзу в индивидуальной гонке на первенстве ПФО. На этапе в Заинске саровчанин пришел третьим в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 и 10 километров. Кроме того, Сергей Шаров завоевал серебро в мужскую эстафете 4 по 5 километров в составе команды Нижегородской области. Вместе с ним в команду входил еще один саровчанин Ян Маркин. Саров будут развивать в рамках соглашения о сотрудничестве между Нижегородской областью и Мордовией. Документ подписали 23 января губернатор нашего региона Глеб Никитин и в Рио главы республики Артем Сдунов. В рамках соглашения будут совместно развивать паломническо-туристические кластеры Арзамас-Дивеево-Саров и Саранск-Темников-Сыноксар. Кластер Арзамас-Дивеево-Саров поддерживает правительство России. С федерального бюджета выделяют деньги на строительство дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство, восстановление объектов культурного наследия. Теперь Нижегородская область будет действовать вместе с Мордовией. Включение в работу объектов в Мордовии будет выгодно нашим регионам, поскольку позволит повысить туристический потенциал. Например, дорога от Сарова в сторону республики сейчас находится в ненадлежащем состоянии. Будем работать над тем, чтобы приводить такие объекты в порядок, сказал Глеб Никитин. Он подчеркнул, что в Темниковском районе республики сосредоточен значительный потенциал для развития религиозного, культурно-познавательного и экологического туризма. Среди основных объектов – Рождественско-Богородичный Санаксарский монастырь, место погребения Адмирала Ушакова, Темниковский историко-крывический музей имени Ушакова, Мордовский государственный природный заповедник имени Сведомича. Напомним, в Сарове в рамках кластера в 2021 году планируют продолжить реконструкцию очистных, расчистить рек Усати, начать строить центр культурного развития и дороги на улице Чапаева и Негина, благоустраивать ближнюю и дальнюю пустынки. Детская поликлиника Госкорпорация «Русатом». Руководство ФМБА формирует пути разрешения ситуации. Напомним, почти год назад, 3 февраля, детская поликлиника переехала из здания на проспекте Мира на Октябрьский проспект в бывшие монастырские бани. Обещали, что это временное решение. К декабрю 2021 года в Старом районе построят новое здание, отвечающее всем современным требованиям. Сегодня уже разыгран конкурс, определилась подрядная организация и уже имеется вся проектная документация. Сейчас готовится рабочая документация и уже весной этого года начнется подготовка площадки под строительство. Я думаю, что летом начнется само строительство, ну и сдача новой детской поликлиники предполагается на декабрь 2021 года. То есть менее чем через два года она должна быть запущена. Наша редакция обратилась за комментарием в клиническую больницу номер 50. Подробности расскажем в ближайших выпусках новостей. Год не успел начаться, а легкотлеты спортивной школы ИКАР уже приняли участие в соревнованиях и привезли медали. Серебряными призерами первенства Нижегородской области по легкой атлетике стали Павел Жарков в прыжках в длину и в тройном прыжке и Дмитрий Шишканов в беге на 400 метров. Мария Девяткина победила на первенстве Преволжского федерального округа. Наша легкотлетка лучше всех пробежала дистанцию 200 метров. Подробности далее. Сейчас Дмитрий Шишканов кандидат в мастера спорта. Начинал со стоярских дистанций, но со временем понял, что ему ближе забеги на 800 и 400 метров. К соревнованиям в Дзержинске Дмитрий начал готовиться буквально через день после Нового года. К тренировке он приступил уже 2 января. На первенстве Нижегородской области по легкой атлетике Дмитрий финишировал вторым. Серебро на дистанции 400 метров спортсмен считает хорошим результатом. Не хватило отсутствия травм, были некоторые проблемы, но мы с этим справились. Получилось выступить хорошо, учитывая, что у меня был перерыв большой, где-то полтора года я без соревнований. Поэтому для первого старта этого в принципе хорошо было. Еще одна воспитанница Дюз Шикар Мария Девяткина в категории юниоров до 20 лет взяла золото на дистанции 200 метров. Такой результат обеспечил ей путевку на всероссийские соревнования, которые и пройдут в Смоленске. На дворе зима, поэтому первенство ПФО по легкой атлетике проходило в Манеже. У крытых арен есть свои особенности, выступать на них подчас бывает тяжелее, чем на стадионе. Там старт идет по своим дорожкам. Ты всю дистанцию бежишь по своим дорожкам. На 400 же в Манеже, там после первого виража, после второго виража сход. И там получается идет борьба контактная, и вот это мне не особо нравится. Павел Жарков занимается легкой атлетикой 11 лет. В отличие от двух предыдущих героев, его стихии прыжки в длину. По словам юноши, интерес к этой дисциплине послужил толчком к тому, чтобы заняться спортом. С детства нравилось именно прыгать, поэтому как бы с детства, как только сюда пришел, я знал, что я хочу заниматься именно прыжками. Ну и как так сложилось, что именно прыжки у меня пошли лучше бегов. На первенстве Нижегородской области по легкой атлетике в одиночном прыжке сравчанин покорил 6-метровую отметку, а в тройном приземлился дальше 13-ти. Такие цифры позволили ему подняться на вторую ступень пьедестала почета. Павел не собирается останавливаться на достигнутом и в этом году хочет выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Сейчас я прыгнул в тройном прыжке 13-20, в прыжке в длину 6-0-6. Личный рекорд у меня 6-75, но кандидат это 7-10, то есть не так далеко. Легкоатлетов подготовили тренера Марина Мачкаева Алексей Колганов. Год только начался, а это значит, что впереди спортсменов ждут новые старты. Все как один они надеются наверстать упущенное в 2020-м и пополнить свои копилки личных достижений. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!